И всем привет! Вы на канале Ведро и это гейминг. Меня зовут Александр и спустя несколько выходных мы продолжаем работать полицейскими. Итак, 169 день. Я наконец-то увидел, что здесь 169 написано. На газетках круто. ЛГБТ-активисты планируют марш в центре города. Какой ужас! Беглый заключенный прятался в пустом доме и выдавал себя за риэлтора. Жесть какая-то! На пляж выбросилась огромная рыба, неизвестная ученым. Нормально. А оценочки у нас, как обычно, полицейский участок что-то как-то так себе. Давай, заводись! Так, фрезер не пришел на работу. Видать, там подрабатывает где-то. Сын попал? Да, давай, конечно, мужик. Я добрый чувак. Так, кого повысим? Наверное, кван-дю. Или до. Потому что он 85, а так хоть более-менее годный станет. А Ивамата, какой был, таким и останет. Скорее всего, да. Так, давайте сразу на карту. Надо уже потихоньку штурм планировать, потому что 169 дней такое. Окей, старый дом. Охотник за привидениями. Так, давайте крутую отправим тетку. Она должна справиться. Так, кто у нас тут? Марджери Ламп каждый день покупает выпивку. Магазин, так, убийство. Окей, выпивка это хорошо. Но надо ее где-то в другом месте ловить. Марджери Ламп живет в трейлере с тех пор, как осталась без работы. Вот это мне больше нравится. Отправляем красных полицейских. Черно-белых, точнее. Лолкек, чебуряк. Так, мистер и миссис Коллинз разводятся и продают свой дом. Когда риэлтор привел потенциальных покупателей на показ, супруги поссорились из-за какой-то мелочи и стали швыряться друг друга посудой. А потом и вовсе устроили драку. Полиция вызвала риэлтор. Разнимите скорее этих психованных, они мне всех клиентов распугают. Отлично. Сделаем вот так, наверное. Отправим троих, но зато... Крутых. Так, стукач. Вы заплатили за стукачество его услуги на неделю. 500 баксов, жесть. Старшеклассник Август О'Коннор пришел в школу с двумя пистолетами и охотничьим ружьем. Он зашел в класс вместе со звонком, запер двери, дважды выстрел в потолок. Директор школы сообщил полиции, что у мистера О'Коннора были проблемы со сверстниками. Над ним регулярно издевались, унижали за его внешний вид и имя Августус. Августус. Ну да, жесткое имя. Очень умный и скромный мальчик. Он делал огромные успехи в учебе. Печально. Ну, смотрите, может у нас застрели от этого парня. И мы будем счастливы получать за него кэш. Вот вам, да, сладенький подарок. Спасибо. Так, что у нас тут есть? По-любому каким-нибудь этим. Биржи труды. Ну, у меня просто слов нет, я не хочу этих дебилов нанимать. Ну, сто и шестьдесят. Что это такое вообще? Штурм. А, ем. Так, что-то новенькое, да? Помню, привел я друзей порыбачить на пруд. Уселись мы на лодочной станции, выпили текилы и начали бросать удочки. Ну, как всегда, короче, да? Только у нас водку пьют, а у них текилу. Моя удочка зацепилась за что-то на дне. Я нырнул и увидел канализационный сток с развалившейся решеткой. Именно за ней зацепился крючок. Я даже сообщил об этом начальству. Но их больше интересовало, что я делал на дне пруда в рабочее время. И теперь он безработный, да. Точнее, бывший работник. Я не понимаю, почему полиция бездействует. В соборе Сент-Джонса неоднократно фиксировал колоксальные всплески негативной метафизической энергии. Скорее, там родится, скоро там родится антихрист. Он поднимется на крышу, оттуда весь город как на ладони. Типа снайпера туда посадить. На соборе надо снайпера садить, да? Вот так вот можно даже сделать. Убрать все кадры. Ладно, мы с этим разберемся. Ну, снайпера понятно. Кстати, может потихонечку, да, выкидывать пацанов? Готовится. Убийство, отчет. Поймали? Поймали. Хорошо. Дело закрыто. Все, чики-пики. Так, и что? Кого мы поймали? Этого? Арестовать? Давайте. Начинаем расследование. Питер Мерфи и Джим Коллинз похитили несколько темнокожих детей из детского сада. Отправляем крутого красного и вот этих вот, наверное, двоих. Чё бы нет-то? Потом подкинем еще народу. Где-то плачь и мальчик сообщил, что сосед отравил его маму, он пришел и подливал ей что-то в стакан. А теперь она лежит и не двигается, и я не могу ее разбудить. Какая печальная история. Ну, давайте отправляем вот так вот. Скорее всего, пришел доктор, налил успокоительного, да, и все было хорошо. А что это такое? А, это что? Ну, вот так вот отправляем. Я думаю, вам хватит. Вы так долго ехали до школы. Жесть. А чё драка? Всё путём. И это хорошо. Расследование. Чё у нас осталось? Изнасилование осталось? Ну, три кадра. Я сомневаюсь, что здесь три кадра, да. Тут много кадров. Ну, и ладно. Так. Чё, может, Штурм посмотреть ещё? Ну, ладно, потом посмотрим. В конце дня будем парочку этих закидывать, потому что осталось ещё там буквально 11 дней до дня... Как он? Д-дэй или как он там назывался? Ладно, забейте. Так, Питер, Мерфи. Нету кадров, читать не хочу. Убийство. Точнее, стрельба сделалась. Все выжили. Печальным. Мама перебрала с выпивкой. Её жизнь не угрожает разве что адское похмелье. Жесть. Мистер Кронкинс пришла в парк с внучкой и стала свидетелем омерзительного зрелища. Толпа голых людей сношается прямо посреди нашего любимого парка. Господи Иисусе, я больше никогда не смогу сесть на эти лавочки. Другие очевидцы сообщают, что это группа шведских активистов из движения Fuck For Forest. Они организовывают публичные половые акты, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вырубки лесов и исчезновению джунглей. Какая прелесть. Ладно, отправляем троих, потому что там их толпа же вроде. А то они скажут, что нет, я не пойду. Хотя можно было этих троих отправить. Ну ладно, я думаю, нам повезёт. Центральный вокзал Фрибурга. Информатор сообщил, что на вокзале произойдёт передача ввезённых в торговом вагоне девушек, которые собираются продать сексуальное рабство. Груз охраняют вооружённые люди. Давайте подождём немножко. Время у нас есть. Публичное совершение, тем более, у нас совершилось. Да, тут у нас чё, по-любому фейк. Девушка сообщил, что заметил на улице какого-то мутного типа, который шёл за ней до самого дома и еле успел захлопнуть дверь. Но этот хрен остался под дверью, я из окна его вижу. Приезжайте, разберитесь. Ну вот они пусть приедут и разберутся. Да. А сюда мы отправим... Нет, не сюда. Блин, они же сейчас провалят, наверное, всё, да? А, мне автозак ещё не приехал. Приезжай скорей, весёлый автомобиль. Так, чё есть? У нас много зелёных, мы их, наверное, отправим. Раз, два, три, четыре, пять. Вышёл зайчик погулять. Вот так вот, да. Надеюсь, не фейк. Да. А спецназ мы не отправили... А нет, отправили нормально всё. Он просто белеет, а автозак чернеет. Лоу. Сейчас... Живомата, сдох. Давай, сдохни, 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 сдохни. Чё-то подозрительный индивид. Скорее всего, мутным типом оказался новый жилет с дома. Безобидный программист, у которого ещё нет ключей от домофона. Жесть какая. Такая неопрятный мужчина вырвал у пожилой женщины сумку и попытался убежать на таз. Умело его доказать, тогда мужчина достал пистолет и выстрелил у женщины в живот. Ну вот, сама она просилась, да. Сам скрылся в заброшенном доме. Этот козёл до сих пор там сидит, а здесь какой-то алкаш. Рвёт на себе рубашку, кричит, что сейчас пойдёт туда и разорвёт бандита голыми руками, говорит очевидец. Кого отправить там? Ну, наверное, раз, два, три и живой щит. А потом скажу, блин, он мне всю статую испортил, да? Ну ладно. Качайтесь, пацаны, вы красные. Команда красных, я болею за вас. Увидев полицию, большая часть охранников сложила оружие и сдалась. Но один стал отстреливаться и спрятался в вагоне, в котором, предположительно, находились пленные девушки. Выходи, пока у тебя есть шанс выбраться оттуда живым. Бросить врагу гранату, вооружиться шокером и забраться в вагон. Давай крикнем, выходи, пока у тебя есть шанс выбраться оттуда живым. Потому что бабы тебя забьют до смерти. Или еще что-нибудь сделают с тобой за деньги. Ну гранат что в бабки дать, что ли? Они же не виноваты. Услышав слухи про большую волну сокращения, около сотни работников собрались перед зданием. А ты, кустовыр, вскоре из здания на толпу кто-то выбросил несколько стеклянных бутылок, после чего развязалась настоящая бойня. Эти люди дерутся насмерть. Много у кого в руках не только палки, но и пистолеты. Рассказывает очевидец. Печально как все. У меня народу нету. Приезжайте скорее. Кто-нибудь. Опа, 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 опа. А, вот это как раз есть небоскреб, да? Ну блин, придется наверное разномастных пускать. Сколько у меня осталось времени? Две секунды нет. Приезжайте. Ты, 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 я хочу поддержку там просить им. Отлично. Приехали вовремя, блин. Десяток вооруженных холодным оружием. Людей ворвались в ресторан, начали громить все подряд под удар. Также попали гражданские менеджеры, успевшие вызывать полицию, утверждают, что напавшие явно что-то ищут. Что же они там ищут? Давайте им поможем. Ой, у меня два трупа появилось, представляете? Почему? Что вот так произошло-то? А Ивамата остался жив, представляете? Вот это да, вот это крутой мужик. Его надо на самые сложные задания отправлять. Так, нет, ну это глупо, надо крутых отправлять пацанов. А, нет, это не Ивамата, это команда красных. Так, печально, какая не повезло. Так, новые кадры, круто, но нету, мало-мало-мало. Да, мало, мало кадров. Ну блин, стату мне, конечно, подпортили. Ну, зато слотов у меня, с другой стороны, много, и так что пофиг, пусть лежат, деньги приносят, да? Прокуратура уже уехала и вряд ли приедет. Вот, понял. Выстрелить мужчине в руку, наверное, мы же крутые полицейские. Из окна здания снова кто-то выбросил несколько бутылок и другой мусор. Мусор, толпа в ярости. Начать задерживать самых яростных митингующих. Попытаться успокоить толпу с помощью громкоговорителя. Растолкать людей, попытаться собрать земли. Опасные осколки от бутылок. О, давайте попытаться успокоить толпу с помощью громкоговорителя. И все убежали. Кого надо было задерживать, что ли? Или осколки собирать? Ну, хоть так. Наверное, один лайкусик мы потеряли, а может даже два. Это печально, это печально. Господи, я на себя чай разлил. А, задержать бумаги. А, задержать бумаги. Что бы нет-то? То, блин. Штрафанули, теперь я вас буду штрафовать. 31 декабря. Скоро Новый год. Точнее, завтра. Нет, лайкусики мы оставили и нормально. Так, время у нас есть еще, наверное, на два дня. Либо на день со штурмом. Либо день с многими квестами. Либо день с катсценой, да. Алло. Это Чаффи, наверное, звонит. Или этот мэр. И ушел такой домой. Да ну вас нахрен, да? Джек Бойт, шеф полиции Фрибурга. Джек, Джек, это я. Я так рада, что ты жив, Джек. Послушай, я хотела... Ох, в общем, Лора уехала, Джек. Уехала из города, она не собирается возвращаться. И чё? Мне пофиг. И детей она тоже не хочет видеть. Говорит, что она не хочет делать им больно. Она, в общем, ей решила, что тебе нужно это знать. О, жесть. Уже не важно. Уже поздно. Но благодарен вам за звонок, миссис. Слушай, Джек, я всё не могу выкинуть из головы в тот случай. Я клянусь, я не имею никакого отношения к нападению на тебя. В тот день Лора пришла в ресторан, прождала тебя около часа, и я была с ней. Ты веришь мне, Джек? Мне всё равно, миссис Марком. Мне правда всё равно. Берегите себя. Вот такая вот грустная история. Или нет? Пофиг вообще. Так, Гордий не пришёл на работу. Ну и ладно. Будет повод тебя уволить. Куда она точно уже увольнять, наверное? Да вы чё, охренели что ли всё там? Да, перебрал. Молодец. Так, держать. Перебирай дальше. Может, переберёшь. На карту. Итак, 11 дня. Прикольно, что мы с середин дня работаем. Бывший судья сейчас на пенсии. Отлично. То, что нужно. Мэрия? Давай мне бабок, Мэрия. Ваша доля. 5800. С каждым разом всё вкуснее. Сладкие подарки. Мистер Мордеев. Пришёл забирать своего сына. Тот долго не мог завязать шнурки. Отец психанул, стал бить мальчика ладони по лицу. Идиот, посмотри на себя. Ты даже шнурки завязывать не умеешь. Детский сад. Окей. Отправляем. Так, наверное. Ну, тут тоже, походу, без изменений. Потому что та же троечка горит. Мини-маркет. Одновременно причём. Мужчина, жевавший бургер в кафе, стал размахивать руками, задыхаться, затем замертво упал на пол. Один из посетителей закричал. Я тысячу раз слышал, что этот конченый социопат Эдди подсыпает в еду крысиный яд. Вызывайте полицию. Скорее всего, мужик просто подавился. Ну, езжайте, посмотрите, что там. В магазин зашёл бледный мужчина. Остановился у полки с мясными продуктами и долго что-то выбирал. Затем на него его начало сильно трясти. Он упал на землю, но сознание не потерял. К нему подбежал сотрудник магазина и помог встать на ноги. Мужчина ещё си дней побледел, затем оскалил зубы и проревел, что-то у него под кожей рвётся зверь. Затем укусил сотрудника магазин за шею, вырвав огромный кусок плоти. Бегом клянусь, что он на глазах, что бегом, богом клянусь, что он на глазах поздоровел раза два. Этот пришелец какой-то прокричал в трубку рыдающий продавец Индус. Хе-хе-хе, Индус. Надо было это, с индийским акцентом читать. Текст мелкий, у меня всё в глазах рябит, так что сорян, если что не так. Давай Перси. Кстати, Перси разделились с мнением Перди. Да. Перди поддерживают Робеспьера, а Перси просто козёл. Хе-хе-хе. Ну и ладно. На штурм, интересно, мэрии пойдут красные? Так, новый элемент штурма. Давайте сразу же его прочитаем, наверное, да? Гас Вандер Уолт. Какое у тебя красивое имя. Когда я только начал работать клерком, Петерса, в городу приехал кандидат в губернаторы в рамках своей компании и должен был дать речь прямо на ступеньках мэрии. Мерзкий был мужик, и не я один так думал. На крыше суда притаились киллер-одиночка с винтовкой и выстрелил в кандидата. Когда тот поднимался по ступенькам, но промахнулся, кандидат сразу охрана закрыла, и киллер-одиночка покончил с собой, с тех пор я всегда говорю, хочешь прихлопнуть большую шишку, возьми напарника, а то вдруг промажешь. Так, окей, это где что? Еще раз давайте. Должен был дать речь прямо на ступеньках мэрии. А где ступеньки мэрии? Еще бы знать, где ступеньки мэрии. Ну, давайте сюда вот так поставим можно? Вот так вот, да? Так, одиночка. На крыше суда притаился киллер-одиночка. А где крыша суда? Я не знаю, где здесь крыша суда. А, ну можно посмотреть же, да, наверное? Так, сейчас. Собор. Где тут собор? Вот он, собор. Вот они у нас, парни, стоят. Суд, скорее всего, шестерочка. Да, вот здесь вот, наверное. Вот так, что ли, сделать? Окей, пока так оставим. Потом еще подумаем. Так, давайте посмотрим. Собор. Мэрия. А тут фиг прочтешь, пока заданий нет. О, господи, что это такое? Благодаря анонимной наводке стало известно, что в одном из заброшенных заводских помещений группа злоумышленников занимается фальшивомонечеством. В промышленных масштабах преступники выражены и опасны. Это просто жесть какая-то, ребятки. Это прям город какой-то год там, да, все есть тут. И фальшивомонечки, и наркотики, и проституция. Просто жесть. Окей. А мне показалось, два задания тут горело. Куда одно делось? Пострадавшего никто не травил, просто он не обратил внимание, что заказанный бургер подается с арахисом, а у мужчины на него аллергия. Ну, тоже нормально. Ну, точнее, не нормально, но нормально. Окей. Уже день заканчивается. Как быстро летит время? Центр города. Таксил сообщил, что на светофоре его подрезал грузовик и припарковался в неположном месте. Эти уроды вообще страх потеряли. Сделайте что-нибудь. Ну, может, он и в положенном месте припарковался. Давайте команду красных отправим. Вроде бы несерьезное преступление. А может, серьезное. Фиг его знает. Так. Дела давайте. Нет, расследование. Ого! Фальшиво манечество. Давайте зеленых еще отправим. Надеюсь, вы не сдохнете. Расследование. Кадры 6. Одна рулит, короче, делом. Все равно их мало. Три, шесть, восемь. Даже если все будут нормальные, нам не хватит. Короче, мы, наверное, вряд ли сделаем это дело. Стэнли Говер направлялся к своему загранному дому и столкнулся на дороге с ржавым автомобилем, который ехал очень медленно и вилял со стороны в сторону. Не давая его обогнать. Мистер Говер сумел проскочить вперед и крикнул несколько проклятий в адрес водителя. Вскоре мистер Говер пробил колесо и был вынужден остановиться. Ржавая машина его нагнала. Оттуда вышел массивный мужчина. В рваной одежде достал гаечный ключ и стал бить автомобиль. А затем снял штаны и спорожнился прямо на лобовое стекло. Мистер Говер заперся в машину и боится выходить. Ну ладно, это дело для профессионалов. Езжайте. Вот чёт. Всё хорошо. Видали? Справились. Ну басы и справились. Блин, 220 нубасы уже. Жесть. Куда катится этот мир? С каждым разом всё серьёзнее и серьёзнее требования. Ну смотрите, мы уже почти 600к вернули. Автослесарь психанул, когда клиентка отказалась платить за ремонт машины. Мужчина включил газовую горелку. Угрожает испортить девушке макияж. Какой ужас. Шеф, ты шутишь? Там же девушка без макияжа. Втроём вы справитесь с ней. Наверное. Ну а сейчас самое интересное. Народу нет аще. О, сейчас фальшивомонетчики подъедут. Что вам дали? По пять? Не заметил. Ну ладно, мелко слишком. Я уж слепой, короче, нифига не вижу. О, господи, ситуация оказалась куда серьёзнее. Там такие какахи, да? Отказаться. Рулите сами. Блин. Убежал на медленной машине. Офицеры невредимы. Он, короче, какахой задел кого-то. Печалька. Но так бы мы то просрали задание. Прям как чувака просрали. Еее, блин, жесть. Автослестор схватил девушку за волосы и держит включённую газовую горелку рядом с лицом. Мужик, я потерял зажигалку на огоньку. Бросай горелку или я тебе жопу подлатаю. Подпалю. Окей. Приставить в голове мужчины пистолет. Приставить в голове мужчины пистолет. Изи, да? У меня пушка, а у тебя горелушка какая-то. Так, 28 секунд, успеваем. Давайте зелёный, вперёд. АЕ. Ну, перди, ты меня расстраиваешь. Потому что ты красный, наверное. Всё назло делаете. Чёрный седан протаранил грузовик на мосту. И сегодня прям какой-то автомобильный день, да? Взорвался вскоре. Чё? Взорвался. Вскоре в участок поступило несколько сообщений, что за рулём был. Террорист-смертник, у которого где-то поблизости есть сообщение. Это печально. Бородат вперёд. Негра на прикрытии. Ну как? Телом прикрывает. Хе-хе. Так, красный. Теперь давайте вы, ваш выход. Представитель Salt Vault Import сообщил, что в порту разгружают крупную партию контрабандной поваренной ссори. Наша компания уже полтора года терпит убытки. Из-за этого нелегального товара на полиции, но полиция, как обычно, бездействует. Так что нам пришлось нанять частного сыщика, чтобы выйти на преступников. Мы бы и сейчас сами разобрались, но контрабанду охраняют вооружённые громилы. Так что будьте добры, сделайте свою работу. Ну ладно, сделаем. Вот вам вот так вот. А этот будет, короче, на подмоге, если чё. На пыш-пыш. Да. На пыш-пыш. Уже так в полурасслабоне играем, потому что за расследованиями не следим. Во, негр прикрыл, я же говорил, он прикроет. И он прикрыл. Молодец, мужик. Блин, да ты чё-то хреново прикрыла, а? Просто жесть. Дизлайк. Отвести в полицейский участок. Ко мне приехали, я пока на паузу поставлю. Короче, дизлайкусик нам, наверное, поставят. Контрабанду мы сделали в порту. Нормально. Без даже помощи. И вот конец дня. Негр чуть-чуть поднасрал нам, конечно, малинку. 260 очков у него было всего лишь. Задержать бумажки. Нам нужна больше зоита. Так, 171 или второй уж день. 171. 1 января. Новый год прошёл. Отставной детектив. Половина убийств остаются нераскрытыми. И следования подгрузники на 80% увеличивают риск бесплодия. Жесть какая. Ледовая арена примет конкурс бородачей. Да, дизлайк есть один. Печально. Надо лучше работать. Заводи свою точилу. 46 минут. Наверное, без штурма. Давайте быстренько пройдём этот денёк. А то неохота задерживаться. Кляузнер. Блин, то фрейзер, то кляузнер. Вы чё там? Немцы что ли? Всё, давайте быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Работаем, мэрия. Нормально. Пасыба. Спасибо. Вы лучшие. Прямо дни подарочки. Вот чё-то мало дала. Чё, плохой день был? Миссис Каба выносила мусор и увидела, как в подворотне пятеро парней сбивают мужчину. Поспешите, убьют же бедолагу. Пятеро парней. Отправляем четверых офицеров. Раз. Два. Три. Четыре. Ехайте. Так, чё у нас тут? Менеджер компании. Помойки. Помойки. Этот что ли, блин? Блица что ли? World of Tanks Blitz. Менеджер. Погнали. Бирж труда. Смотрите, сколько народу. Так, это хорошо. Это хорошо. Тут много зелёных. Значит, смену А делаем в зелёных. То есть, вот этого нанимаем. Нанять смену А. А тут, там, скорее всего, много красных. Может, даже и немного, но туда их отправим. Так, у нас есть ещё два слота на детектива. Одного возьмём. Куда, 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 куда. Давайте посмотрим, где больше детективов. Хотя, наверное, пофиг. Восемь. Точнее, семь. Да, лучше смену А. Ура. Шикарно. А, кстати, что у меня по народу-то? Тридцать два из тридцати двух. Ну и ладно-то. Там плюс-минус одинаково, наверное, получается. Нет, давайте посмотрим. Восемь плюс шесть. Чё там получается? Четырнадцать, да? Минус два. Двенадцать человек. Восемь плюс... То же самое, смотрите. Классненько, классненько. Шикарно. Высокий женский голос пропищал в трубку. Что в зоопарке мужчина пытается изнасиловать жирафа? Жесть какая, а. Кто у нас тут эксперт по жирафам? Ну ты давай, ты. Ты. Нет, двое. Хватит. Хватит двоих. Чё, не справятся, что ли? Так. Отель у ледовой арены. Там же какой-то сейчас движняк будет, да? Консьержа в отеле испугалась. Восьми мужчин, которые без лишних слов прошли к лифту. Под плащами они прятали какие-то предметы, похожие на оружие. Через десять минут с четвертого этажа стали раздаваться очереди выстрелов и крики. Семнадцать секунд нам дают, но мы, наверное, не дождёмся. А может дождёмся? Смотрите, они быстро едут. Сейчас зелёных крутых пацанов отправим. Кто-то афнул левел, что ли, да, получается? Обогнал, короче. У них карьерный рост между Кван-До и Хат-Чен-Саном. Давайте успевайте, плиз. Ес! Ху-ху-ху! Успели! А, давайте зелень, 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 зелень. Ну, четверых надо, четверых по-любому. Живой щит, все дела. Если что, потом подмога уже едет в пути, короче. Мужчина в инвалидной коляске вооружился ящиком коктейля Молотова и намерен сжечь дом своего адвоката. Ха-ха-ха-ха! О! Двое поедут туда. С инвалидом справитесь? Нет. Ну, ладно, давайте вот этого. Очканутого. Все путем, да? Да. А тут? Директор зоопарка сообщил, что у них никогда не было жирафа. Что? Высоким голосом это была детская, что ли, разводка? Ах, она сволочь такая. Мы тебя найдем. Изнасилуем, как жирафа. Так, грузчикам в очередной раз не выделали зарплату. Они взбунтовались и пошли в главный офис штурмовать. Его, короче, там. Чтобы взять деньги из сейфа на защиту, встала охрана, завязалось крупное побоище. Ну, так, езжайте, че. А, там их, наверное, толпа. Ну, вот этого еще, парня, возьмите крутого. Давай, Ивамата, тащи. Так, штурм. Давайте посмотрим, что со штурмом там у нас. Менеджер, менеджер, менеджер. Кстати, они не уменьшаются, надеюсь? Смотритель пруда, по-моему, первый был, да? Менеджер компании World of Tanks Blitz Wargaming, да? Несколько месяцев назад мы расстроили скандарт по поводу того, что наш сотрудник не предупредил его, где собирается мыть окна. Он тогда всерьез ввелся и угрожал, что решит нас лицензии. Помню, что после инцидента мне пришлось лично ехать в мэрию с извинениями. Местный завхоз, очень милая женщина, кажется, Ангела. Тогда еще шутила, что мой парень так напугал Роджерса, что он взял за правило работать то в своем, то в соседнем кабинете. И сейчас для покушения понадобится не один, а два мойщика. Ха-ха! Ну вот как раз, или в этом, или в другом, да? Ну пока так оставим, потом разберемся. Я надеюсь, они никуда не пропадут. И следующая серия уже будем, наверное, компоновать штурм до конца, потому что времени у меня уже много, 52 минутки, надо заканчивать. Массовое убийство. Этот скользкий ублюдок выжил из меня, все деньги я дело проиграл, теперь я подыхаю на минимальном пособии. По инвалидности жалуются мужчины и чиркает зажигалкой. Прекрати приказать зевакам разойтись, эвакуировать семью адвоката, попросить погореться от зажигалки. Эвакуировать семью адвоката, наверное. Инвалид поджигает один из коктейлей молотого и замахивается. Выстрелить в инвалида, выстрелить в коктейль молотого, выстрелить в воздух. Выстрелить в инвалида. Че, он убежит, что ли, блин, на колясочке-то? Я бы не удивился, если бы он уехал. Такой хуя! Пуф, пуф, пуф! И все. И теперь у него расширенное пособие по инвалидности, да? Какая прелесть. Вы, пацаны, меня сегодня радуете. Сегодня точно будут три лайка в конце видоса. Посетитель городского тира сообщил, что в помещение вошел волосатый мужчина в черной одежде и открыл огонь по управляющему. Из настоящего револьвера. В тире осталось несколько человек, а нападающий, кажется, не собирается останавливаться. Мне пока некогда отправить, вообще некого. Наверное, зеленых этих троих отправим. Которые молодцы. А-а-а! Уже на месте. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Отправляйся. Давай, 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 давай. Чик. Чик. Пык. Пык. Не сдохните там. Девушка сообщил, что на улице ее преследовал подозрительный длинноволосый парень. Он шел за мной до самого дома, а потом побежал. Ей едва успела скрыться. Опять эта девушка, что ли, а? Она запарила, блин. Найди себе мужика. Ну, отправим на всякий случай, да? Так, а это не профсоюз случайный? Джек, дружище, ты ведь знаешь, что у нас сегодня риг, бедный матч пожарный против копов. У меня на последнем вызове случилась беда. Горячая крыша дома валилась на нескольких наших ребят. Пока те выскакивали, вытаскивали гражданских, погибли наши лучшие игроки. И теперь борьбы не получится, если только ты не попросишь четверо своих лучших парней сыграть за пожарных. Сам знаешь, финансирование у нас туго, но выпивка после матча будет железно на... Надо помянуть ребят. Нет, печально, но у меня народу нет, так что поминайте сами. Хотя уже вечер. Подозрительный индивид, отправлять туда нет кого-нибудь? Давайте вот этих отправим. Он же побежал, значит, он уже убежал, да? Так, 20 секунд отправлять, не отправлять туда на подработку. Деньги-то не пахнут, да? Сейчас самых топовых отправим пацанов. Если они успеют доехать. Долго ехать им, долго-долго-долго. Не, ну не успеют так... Опа-ньки, левелап. Он опять обошел его, прям такая... Конкуренция. Что там произошло? Нападение с применением огнестрельного оружия. Ну, езжайте. Жизнь пацанов важнее, чем жизнь мертвых пацанов. Да пипец вообще какой-то. Синтия Егер сообщила, что прямо сейчас шестеро вооруженных до зубов людей в масках грабят ювелирный магазин. У них страшные автоматы, и они стреляют во все стороны. Везде дым жуть просто. Но самое страшное, что там куча людей с камерами, и какой-то бородатый мужик на всех кричит и командует. Это безумие какое-то, да. Ты у нас безумная. Представляете, грабители пришли такие, съемочную группу позвали, что типа под прикрытием. На самом деле грабят. Молодой студент Алькхазур Султыгов пришел ночью под окна общежития и стал петь песню для своего возлюбленной, с которой накануне разругался. Жители округи из-за шума стали просыпаться. Кто-то стал бросаться в музыканта обувью и другими подручными средствами. А другие, наоборот, хотели поддержать молодого романтика. Вскоре люди явно разделились на два лагеря, стали кричать друг на друга, выходить на улицу. Развязалась очень жесткая драка. Это жесть вообще просто. На момент вызова полиции в ней участвовало порядка 25 тысяч человек. Без тысяч. Но постоянно подтягивались новые участники. Но у меня пока некого туда отправить. Наверное, зеленых отправим туда. Ну, если что, они пшитнут. Раз, два, три, четыре, пять. Езжайте, пацаны. Не обосритесь там. Какой-то прошлый раз. Ну, день заканчивается. Мы эти дела тогда сделаем уже завтра. Ну, или когда там будет. Все нормально. Магазины проходят съемки сцен для новой части боевика. Круто сваренная жесть. Круто сваренная жесть. Похищение. Три кадра есть. Изнасилование есть. Подозрительный индивид есть. Все есть. Отлично. Но мне кажется, мы выиграли этот день. Никто даже не убежал. А тут просят помощи. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. До конца рабочего дня осталось два часа. Так что мы, наверное, отправим красных. И они сделают свое дело. Давайте объединитесь. Совместными усилиями только. Мы закончим этот день. А может и не закончим. 600к у нас есть в кармане. Замечательно. Давайте, 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 давайте. Ну, 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 ну. Три часа ночи. Жесть. Время остановилось. Массовая драка. И это победа. Да. Замечательно. Завершаем день. Ну, что, ребятки. Спасибо всем за просмотр. Цены, скорее всего, тут не будет. Да. Так что еще раз. Всем спасибо. Всем пока играть в крутые игры. А завтра, послезавтра, там, как получится, продолжим. И уже будем потихоньку закругляться. Да. Пока-пока.